Перед завершением недели и как раз сегодня тема частично будет посвящена нашей школы этому. Отлично всем. Так, ну что ж, мы начинаем. Сейчас я поменяю презентацию. Одну секундочку. Отлично. Итак, вот так у нас будет сегодня называться школа управления временем. Надеюсь, что кто-нибудь записывает, потому что тема умно важная, очень важная. Это отделяет, наверное, внимание этого вопроса, отделяет людей, которые очень успешны от всех остальных. То есть для меня, например, один из критериев успеха человека в принципе в жизни, это есть ли у него время. Вот если человек, казалось бы, у него есть деньги, у него есть там все, но у него вечно нет времени, успешным такого человека назвать невозможно. То есть это просто говорит о том, что человек не умеет управлять своим временем. Ведь мы делаем карьеру, зарабатываем деньги, строим какой-то бизнес. Не для того, чтобы быть как загнанная лошадь все время занятой, а для того, чтобы находить свое время дополнительное. Когда однажды у Роберта Киасаки спросили, зачем вы занимаетесь бизнесом, и его ответ мне безумно понравился. Он сказал, я занимаюсь бизнесом для того, чтобы тратить время на то, что мне нравится, и платить деньги другим людям для того, чтобы они делали то, что мне не нравится. Поэтому если вы в своей жизни научитесь одному простому управлению своим временем и будете тратить его на правильные вещи, то жизнь будет складываться так, как вы хотите. Если этого не произойдет, то придется постоянно реагировать на какие-то внешние обстоятельства жизни, и становишься, как белка в колесе. Поэтому сегодня будьте очень внимательны. Начну немножко для тех, кто может быть сегодня у нас есть новички, меня не знают. Меня зовут Савич Сергей, я являюсь национальным директором компании DST. И сегодня мне выпала большая честь провести для вас школу. В двух словах о себе. Около 10 лет у меня банковской деятельности. В 2003 году я ушел с очень хорошей должности из аналитического управления Альфа-банка и занялся бизнесом MLM. Через 5,5 лет заработал свой первый миллион долларов. И на момент прихода в компанию DST у меня был очень большой бизнес в 25 странах мира. Более 170 тысяч человек в организации. 7 долларов миллионеров выращено. И часто спрашивают, казалось бы, всего достиг, все хорошо. Почему поменял компанию, почему поменял сферу деятельности? Но об этом я рассказывал на презентациях, поэтому останавливаться на этом не буду. Просто скажу, что я просто выбрал более успешную модель бизнеса, которая позволяет быстрее и больше зарабатывать с одной стороны, а с другой стороны выращивать большее количество долларовых миллионеров. Ну и в том числе с третьей стороны тратить меньше времени, как раз если мы возвращаемся к нашей теме. То есть каждому человеку тратить меньше времени и получить большую эффективность. Как человек, который рубит деревья топором, всегда будет менее эффективный и будет больше своего времени тратить, чем тот человек, который использует бензопилу. Но мы давайте с вами вернемся к бизнесу. Вообще есть 8 шагов успешного запуска человека в бизнес и успешного старта в бизнесе. Я сегодня их кратенько вам дам просто. И наша тема – это один из важнейших шагов. То есть первое, с чего начинаем, у любого человека должна быть цель. Этой теме посвящается огромное количество школ. Ни один успешный предприниматель не запустит своего новичка, не проработав. Мы этому тоже посвящаем на наших школах большое количество времени. Второй шаг – это выделить время для развития своего бизнеса. Это сегодняшняя наша тема, потому что очень многие люди пытаются вроде бы начать бизнес, мечтают зарабатывать хорошие деньги, но при этом бизнес делают в оставшее время, а все остальное время они тратят, как и раньше, на работу, на какую-то суету, на повседневные дела и так далее. То есть человек хочет изменить жизнь, но не хочет выделить на это время. Так, ребята, не бывает. Если у кого-то сегодня чего-то не хватает в жизни, допустим, не хватает денег, не хватает друзей, нет, допустим, семьи, не хватает здоровья, это результат того, что вчера и предыдущие дни вы не выделяли на это время. Если будете так же продолжать, так же этого не будет хватать. То есть нужно научиться управлять временем. Ну и если касательно теперь бизнеса, нужно составить список имен, и сейчас у нас это будет делаться за 3 секунды с помощью PRM-системы. Дальше – пригласить человека на встречу. Это тоже будет делать за 3 секунды, используя PRM-систему. Дальше – презентация бизнеса. Это тоже будет делаться дистанционно и за 3 секунды. Вот как сегодня утром на школе актива Ренат Мансуров рассказывал, используя последний инструмент, который создан, 5-минутный ролик, он дал его человеку. Пока завтракал, человек уже говорит, я хочу стать партнером, куда подписаться. Вот такие инструменты мы готовим. Вот именно такой должен быть бизнес, правильно построим. Ну, дальше – не все люди, конечно, после того, как вы им дали презентацию или ролик, сразу завершают сделку, как эта девушка. Иногда нужно поработать с возражениями. Это тема отдельной школы, да, мы ее обязательно будем проводить, и не один раз. Соответственно, потому что у некоторых людей есть вопросы. После завершения сделки мы нового человека запускаем в бизнес, он проходит обучение. Обучение у нас есть оффлайн и онлайн. Ну и, соответственно, дальше человек следует этим 8 шагам, запуская в бизнес своих людей. Все. Вот он цикл. Запустив этот процесс, мы запускаем бизнес-систему, которая может работать без нас, генерировать огромное количество людей. Именно по этой схеме была построена сеть в предыдущей компании, где я работал, более 170 тысяч человек, что позволило и самому хорошо зарабатывать, и иметь достаточно свободного времени, и много путешествовать, и так далее. Ну и мне нравится вот эта картинка, я ее часто показывал людям, да, вот только вы заключили контракт, у вас есть мечты, вы поставили цели, вы собрались двигаться к своим целям, и начинается. То есть впереди у нас, вокруг нас окружение, друзья, родственники, которые пытаются вам внушить, что у тебя ничего не получится, жил даже нормально, как человек, ходил на работу, какой бизнес, куда ты лезешь и т.д. Вот если вы будете обращать внимание на вот этих вот людей, которые нагоняют на вас жилки, вы никогда ничего не добьетесь. Очень важно окружить себя людьми, которые верят в ваш успех. Которые помогают вам, которые вдохновляют вас. Вот именно с этими людьми нужно проводить больше времени, именно с этими людьми нужно разделять свои цели, вместе с ними реализовывать. И пишут, что звука нету. Напишите, пожалуйста, как меня слышно еще раз. Отлично, тогда я продолжаю. Санкт-Петербург, напишите, что со звуком все хорошо, пусть они перегрузятся. Так вот, разбери немножко смысла. Один из важных аспектов, в том числе по времени, мы часто время свое разделяем не с теми людьми. То есть, когда мы окружаем себя людьми негативными, это как болото. Оно нас засасывает, оно высасывает из нас силы, энергию. И очень часто тоже ничего не хочется, мы откладываем все на потом. Они убивают наши мечты, воруют наши мечты. И вот мы становимся как все. И часто даже, вот знаете, в некоторых семьях учат, будь как все, что ты выделяешься из толпы. Школа, детский сад, тоже ребенка пытаются с детства бить по голове, если он высовывается, если он проявляет какую-то инициативу. Ему не дают развиваться, ему не дают проявить свое я, свое творчество. На это построена система, потому что системе нужны солдаты и рабочие. Ей не нужны творческие люди, которыми очень тяжело управлять. Так вот, вы через это прошли. Вы во многом в такой среде воспитывались. Но хорошая новость в том, что если вы это осознаете, вот с этого момента вы можете начинать сами подбирать себе окружение или стараться оказаться в окружении успешных людей. Кстати, открою вам секрет, это тема отдельной школы. Но сегодня об этом тоже скажу, потому что это времени тоже касается. 50% успеха, запомните, зависит от окружения. И наша задача, как можно чаще оказываться в окружении успешных людей, используя все возможные силы, все возможные средства. Вы вот, например, знаете успешного кинорежиссера Стивена Спилберга, у которого тоже была мечта снимать классный фильм. Но он был так далек от этой мечты, что как до космоса полететь. Что сделал этот человек? Его задача была оказаться в Голливуде. Он любым способом хотел туда попасть, чтобы хоть как-то оказаться в среде киношников. И он пришел пешком в Голливуд. Он устроился работать осветителем на любую работу, которую его взяли. И вот первые шаги он делал, будучи осветителем в Голливуде. В итоге сегодня этого человека знают, таких примеров можно быть тысячи. Поэтому постарайтесь оказаться в среде нужной вам, которая ведет вас к целям. Запомните, это 50%. Кстати, знания и какие-то навыки и умения – это всего лишь 10% успеха. Нам же всегда внушали, что это чуть ли не 90% успеха. Главное – получить образование, главное – получить хорошую работу, чему-то там научиться и так далее. Да, это важно, без этого успеха не будет. Но это всего лишь 10%. А 50% – это оказаться в среде успешных людей. Поэтому не продирайтесь сквозь толп родственников или друзей, которые в вас не верят. Потратьте время. И наша индустрия в этом прекрасна, что есть всегда много людей, которые вас поддержат, которые вам помогут, которые в вас верят. И вот находитесь как можно больше времени в среде этих людей. Но мы вернемся к времени. Итак, чтобы добиться успеха, чтобы реализовать свои цели, а не выполнять цели каких-то людей, которые вас заставляют это делать, а часто это заставляют сначала родители выполнять цели и желания, потом там часто друзья, потом человек выходит замуж или женит, или вот уже муж и жена диктуют ему, что ему делать. То есть человек все время выполняет чьи-то чужие цели. Ребята, начните выполнять свои. Вот когда свои выполните, когда начнете жить так, как вам нравится, вы знаете, жизнь изменится. Станьте хозяином своей жизни. Станьте человеком, который живет по своему сценарию, а не по навязанному сценарию ему извне. Поэтому если мы хотим преуспеть в бизнесе, если мы хотим добиться результата, то нужно выделить время для бизнеса и выделить его в первую очередь, а не если останется от всего остального. Вот это очень важный аспект. То есть мы, с одной стороны, многие люди приходят, хотят, чтобы бизнес приносил им, я не знаю, 10, 20, 30, 50, может быть, 100 тысяч долларов в месяц. А такое в нашем бизнесе возможно. Вы можете в месяц зарабатывать больше, чем большинство людей на планете за всю жизнь. Вот прям запомните, вы можете в этом бизнесе в месяц зарабатывать больше, чем большинство людей за всю свою жизнь. И этот путь уже пошел. Поэтому я не просто сегодня вам что-то теоретически рассказываю. Я говорю то, что есть, то, что может быть для каждого из вас. Но для этого нужно выделить время. И нужно очень важный второй момент. Не просто выделить время, а уметь концентрироваться. Потому что всегда умение сконцентрироваться на важных вещах, сжать время, позволяет его сжать, и как пружина оно вам даст. Потом вы можете полгода, год вообще ничего не делать, но ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, и у вас будет хороший доход и так далее. Но если вот этот вот момент концентрации вы не пройдете, вы никогда не получите результата. Как вот возьмите простой пример. Олимпийский чемпион, он может 4 года тренироваться, но ему нужно план тренировок подвести, сконцентрироваться именно на момент выступления на Олимпиаде. Вот если он там не сумел сконцентрироваться и не сделал результат, все его 4-летние тренировки коту под хвост. Поэтому нужно уметь концентрироваться в нужное время, выдавать максимум результата. И в нашем бизнесе создаются специальные условия компании, когда вы можете сконцентрироваться и получить значительно больше. То есть иногда концентрация позволяет за месяц или за полгода сделать результат, который будет вас кормить всю оставшуюся жизнь. И здесь очень важны первые 90 дней, когда вы начинаете бизнес. Вот сейчас обращаюсь к новичкам, в принципе и к старичкам, потому что вы каждый день подключаете людей, запускаете людей в бизнес. И вот первые 90 дней в бизнесе, они особенно важны, где нужна концентрация. Почему? Потому что человек еще ничего не знает, ничего не умеет. Но от того, как он себя проявит, будет зависеть очень многое. В первую очередь, от этого будет зависеть, будут ли на него обращать внимание спонсоры, будут ли к нему относиться как к серьезному человеку. Потому что сперва вы вкладываетесь в бизнес, потом бизнес вкладывается в вас. То есть всегда вселенная так устроена, что вкладываются в людей, которые хотят, чтобы в них вложились. А как узнать, кто хочет? Очень просто. Мы смотрим, как человек себя проявляет. И вот концентрация в первые 90 дней, она позволяет вам правильно стартовать в бизнесе. Более того, здесь особенно важно все делать правильно, потому что вы закладываете фундамент, который потом будут повторять ваши люди, которые придут следом за вами в бизнес. Они будут смотреть на вас, они будут делать то, что вы делаете. Наш бизнес весь построен на принципах дубликации. И вот представьте, если вы делаете что-то не так, или вообще не делаете, люди будут делать то же самое. Не удивляйтесь потом, почему так происходит. Эту дорогу проложили вы. Поэтому запишите прямо себе. Если я хочу добиться пальцового успеха, на это нужно выделить время и поставить его в приоритете. Но мы к этому еще сегодня вернемся. Что важно еще. Я об этом уже говорил, прям еще раз хочу повторить. Если сегодня у человека что-то нет в жизни, денег, времени, здоровья, энергии, правильных и нужных связей и так далее, это результат того, что он делал вчера. Так вот, не надо выбирать и смотреть, что будет вчера. Смотрите в будущее. Все можно поменять прямо сегодня. Одним решением, что я не хочу жить, как вчера. Все. Вы начинаете на другие вещи тратить время, начинает меняться жизнь. Поэтому забудьте про зеркало заднего вида. Если вчера у вас что-то не получалось, ничего страшного. Страшно, если вы за это будете цепляться. Начните делать правильные вещи. И самое главное, что в этом бизнесе вас этому научат. В этом бизнесе с вами всегда будут люди, которые готовы вам помочь. Начните двигаться и ввести на правильные вещи время. Еще есть одна хорошая такая поговорка. Время подобно ветру. Оно уносит все легковесное и оставляет все весомое. Что это значит? Значит, смотрите, очень часто в жизни происходят какие-то события, из-за которых мы очень сильно страдаем. И сегодня, кажется, прям весь мир рушится. Что-то не так вот. Вы очень сильно страдаете. Я сам в своей жизни не раз проходил такие этапы. Или какие-то происходили в жизни события. Казалось, ну все вот вообще ужасно, больно, неприятно, жить не хочется и так далее. Но потом с течением времени вы возвращаетесь мыслями к этим событиям. И думаешь, какой же ты был мальчишка. То есть из-за чего ты переживал, насколько это все несерьезно. Поэтому не переживайте, если сегодня что-то не так. Успешный человек – это не тот, который ни разу в жизни не падал. Успешный человек – это тот, который всегда поднимался на один раз больше, чем упал. И чем больше трудностей на жизненном пути у вас происходят, тем больше опыта вы получаете. И всегда у вас в жизни есть два пути. Искать оправдание несчастьем или идти вперед и двигаться к своим целям. Так вот, оправдание – это то, что нас держит на месте. Оправдание – они ничем не отличают. Взять два человека, один вообще ничего не делал, второе оправдание придумал. Сделал что-то, но говорят, вот у меня не получилось, потому что перестаньте быть человеком, который оправдывается. Неудачники и бездельники – их объединяет одно – отсутствие результата. Не получается что-то, не надо оправдываться, делаем выводы. Здесь очень важно не дальше продолжать то же самое делать, а делать выводы, думать, что можно улучшить и двигаться дальше к своим целям. Потому что не у всех людей получается с первого раза. В моей жизни был пример не 90 дней. Мой спонсор, благодаря которому я развивался в бизнесе, у него два года не было результата. За два года у него структура была там три человека. Его друг и друг подписал маму и сестру. И вы знаете, мне этот пример раз помогал, когда хотелось остановиться, все бросить на старте бизнеса, когда что-то не получалось и так далее. Но я думал, если у них получилось самое интересное, и он, и его друг не останавливались, ездили на события, двигались, развивались. И он, и его друг стали миллионерами. Соответственно, я благодаря ему стал миллионером. Благодаря мне люди стали миллионерами. Соответственно, у вас то же самое, что все пойдет легко и просто. У вас тоже будут трудности, у вас тоже будут на пути препятствия. Что очень важно, не останавливаться, двигаться к цели. Если бы мне школу, которую я сегодня вам даю, на самом старте кто-нибудь провел по концентрации, по времени, я бы двигался значительно быстрее. Возможно, у меня бы на первый миллион долларов не пять лет ушло, а два-три года. А если бы еще был такой инструмент, какой у нас с вами сейчас в руках, меньше года. Вот сейчас все есть, сейчас у вас все есть, но сконцентрируйтесь и двигайтесь к цели. А вот когда достигнете, будете тратить время на все остальное. И по законам физики, если мы растягиваем время, тянем время, потом неизбежно оно будет поджимать. И вы, наверное, не раз виды людей, которые все время у них как на пожаре, все время все не успевают, все время горит. Это потому, что люди не умеют управлять временем. И сейчас вот я хочу вам дать квадрат времени. И вот по оси Y здесь важность, дело дел. По оси X срочность. То есть все дела у нас делятся на важные и срочные, и на неважные и несрочные. Так вот циферка 1, 2, 3, 4. Давайте посмотрим. То есть первая категория дел – это неважные дела и несрочные. Что это за дела? И, кстати, в зависимости от того, какие приоритеты вы расставляете к делам, уже из этого будет складываться ваша жизнь. У большинства людей жизнь складывается из дел неважных и несрочных, которые вообще никак не меняют их жизнь. То есть они просто жизнь прожигают, вы знаете, релаксируют на что-то, рефлексируют, вернее, жизнь дернула, они там что-то сделали и вот все время находятся. Они подумают, ну давайте, какие дела неважные и несрочные, на что мы просто убиваем массу времени своего. Допустим, кто-то сидит там часами у телевизора. Я там целый день работал, что вы мне хотите, дайте мне отдохнуть. И вот сидит так-то, тапочки, телевизор. Кто-то там пьет пиво с друзьями, да. Кто-то там читает бульварную прессу или там какие-то детективы или еще что-то. То есть ненужную литературу, которая как хлам забивает ваши мозги. Кто-то может потратить время на беседе о природе, погоде, там шмотках часами и так далее, которые опять никак не влияют на вашу жизнь. Вот это все дела неважные и несрочные. Вторая категория дел. Дела срочные, но неважные. В принципе, из этого состоит вся наша бытовая жизнь. То есть нужно поесть, поспать, убраться и много-много-много вещей. Там сходить, заплатить за квартиру по счетам, без которых, собственно, жизни не будет. Их надо делать. Но они никак не влияют на жизнь. То есть вот дела. Первые неважные и несрочные. Вторые срочные, но неважные. То есть их надо делать. Без них никуда не денешься. Попробуйте не кушать, например. Долго не протянете. Или за здоровьем не следить. Или, допустим, не одеваться в холодную погоду как следует. Дальше. Третья категория дел. Третья категория дел – это дела важные, но несрочные. Что такое вообще важные дела? То есть важные дела – это дела, которые принципиально могут решить вашу жизнь. То есть поменять вашу жизнь. Ну, например, если бы вы заработали 10 миллионов долларов, поверьте мне, 90% ваших срочных дел просто отпали бы. У вас в принципе бы их не было. Они бы поменялись. Или кто-то делал за вас их. Например, можно самому в доме убираться и потратить на это целый выходной. А можно заплатить деньги за уборку, придет человек и уберется, вот как у нас. То же самое. Можно стирать, можно гладить, бегать по магазинам, готовить еду. И на это уйдет масса времени, причем каждый день. А можно просто ходить в ресторан, кушать и не тратить на это времени вообще. И так далее. То есть каждое одно важное дело может решить сотни мелких дел. Поэтому важные дела – это те, которые меняют жизнь. Так вот, третья категория – это дела важные, но не срочные. И четвертая категория – это дела и важные, и срочные. Вот если вы их сейчас не сделаете, то в вашей жизни что-нибудь произойдет такое ужасное. Ну, например, я не знаю, человек взял ипотеку, вовремя не выплатил, довел это дело до безысходности, провели суд, его с квартиры выселили. То есть вот вам такой пример важного дела, когда человек может остаться на улице. Важного и срочного дела. Так вот, у меня теперь к вам вопрос. Как вы думаете, вот расставьте в приоритетах, на какие дела, первую, ну давайте вот одну циферку поставьте, на какие, на что надо в первую очередь тратить свое время. Вот время у нас 24 часа в сутки. У каждого человека, да? На что надо в первую очередь ставить, тратить время? У кого-то единичка даже есть, круто. Троечки, четверки, 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 троечка. Ну, в основном все пишут, вот, эльфир аж 4, 4, 4, 4. В основном все согласились, что нужно время тратить на важные дела. И вот здесь мнения разделились между тройкой и четверкой. Ну, то, что на важные дела, молодцы, я надеюсь, не зря первую часть нашей сегодняшней школы я потратил. Ну, действительно, очень важно в первую очередь делать важные дела. Вот если время останется, да, все остальное, а теперь между тройками и четверками, да. Друзья мои, вот здесь как раз и появляется та самая штука, которая успешных людей делает успешными, а людей, которые этого не понимают, превращает в нервотиков. И раньше сроком можно с ума сойти или на тот свет отправиться. Очень важно научиться в первую очередь, почему и называется управление временем, тратить время на третью категорию. Дела важные, но не срочные. Вот если вы находите концентрацию своего внимания и времени на делах важных, но еще не срочных, не доводите их до срочности. А если вы довели важные дела до срочности, ваша жизнь превращается, как на пожаре все время. То есть вы все время, как белка в колесе, вы спешите, 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 у вас все горит. И самое главное, вы за все будете переплачивать. Если вы, например, билеты куда-то берете, в последнюю очередь вы платите большие деньги. Если вы гостиницу бронируете, в последнюю очередь вы платите большие деньги. Если вы там, например, паспорт вовремя загран не успели сделать, Вы либо не поедете в поездку, либо будете платить бешеные деньги за срочное изготовление загранпаспорта или визы, и так далее, и так далее, и так далее. То есть поэтому, что очень важно, друзья, концентрироваться на третьей категории, не доводить до четвертого. Понятно, что некоторые дела все-таки мы не успеваем вовремя сделать и доводим до четвертой категории, но все делать заранее. И вот здесь как раз и нужно планирование. Успешный человек – это тот человек, который планирует свое время, а не так, что кто-то там позвонил, что-то срочно, давай, вот у меня там горит. Это у тебя горит, это твои проблемы, он не будет менять свой график из-за того, что у кого-то горит. Ну, вы можете себе представить, вот давайте простой пример, я его часто привожу. Вот у нас есть президент страны Владимир Владимирович Путин. Как вы думаете, Путин отменит какую-нибудь зарубежную встречу или поездку, если вдруг к нему родственники приехали? Или там друзья пиво позвали попить, или говорят, надо день рождения отметить? Я сильно сомневаюсь. Именно поэтому он президент страны. У успешного человека, и у человека, который добился больших результатов в жизни, у него жизнь по плану. И почему я говорю критерий успешности, есть ли время свободное у человека? Потому что успешный человек, он планирует дела всегда так, что у него всегда остается зазор времени. Ну, например, на день 2-3 важных дела, которые он обязательно сделает. А все остальное, там хоть... Потоп, да, то есть он сперва их сделает, а потом на все остальное выделяет время. Вот, поэтому управление временем, на самом деле, это сконцентрироваться на важных делах, их запланировать и сделать. Все, точка. Запланировал, сделал. Если касательно теперь нашего бизнеса, что нам дает реальные деньги? Вот смотрите, номер один у нас была. Это постановка целей. Важное дело? Важное. Но мы можем сколько угодно ставить цели, вот. Но если мы не перейдем потом к звонкам и встречам, никакого результата не будет. В 8 шагах все важные. Но самое важное, из чего все начинается, это звонки. Без звонков, без контактов с людьми никаких результатов не будет. Если вы не даете людям информацию о бизнесе, соответственно, контрактов не появится. Все остальное, ничего работать не будет. Поэтому у вас должно быть в первую очередь запланированы звонки и встречи. Пока вы не сделали 5 встреч в день или 5 людям не дали информацию, спать не ложитесь. То есть поставьте цель и ничего остального не делайте. 5 встреч в день. Вот если вы это будете делать на протяжении 90 дней, я вам гарантирую, что ваш бизнес двинется. И двинется очень быстро, взлетит как ракета. Кстати, ракета та же, да, сжигает 90% топлива на взлете. Если она сожгет не 90% топлива, а там 80% или 70%, она просто упадет на землю. Именно так, именно поэтому большинство людей не получается бизнес. То есть они начинают, ну, некоторые и не начинают даже, да, но есть люди, которые начинают. Но они не тратят, не концентрируются первые 90 дней на бизнесе время, они не взлетают. То есть они потом падают и бросают бизнес, говорят, я пробовал, у меня не получилось. Да нет, ребята, у вас не получилось, у вас просто не хватило времени, да, то есть вы не выделили достаточного количества времени, вы не сконцентрировались и вы не довели дело до конца. Вот, поэтому третья категория, вот, научитесь концентрироваться в третьей категории. Кстати, планирование, работа над целями, это тоже относится к третьей категории. Чтение литературы относится к третьей категории. Общение со спонсором относится к третьей категории. Встречи, звонки относятся к третьей категории. Выполнение промоушенов относится к третьей категории. Посещение событий относится к третьей категории. Причем заранее спланированное посещение событий, когда вы заранее билет берете, когда вы заранее бронируете себе гостиницу или жилье, потому что у нас на сегодняшний день можно квартиру снять через АРБНБ, например. Когда мы это все делаем, запланировали и сделали заранее, наша жизнь спокойна, у нас реализуются цели, у нас реализуются планы, у нас растет чек, у нас растет команда, у вас все больше становится свободного времени. До четвертого стараемся не доводить, но если уж довели, то делаем. Вторые, с цифркой 2, дела срочные, но не важные, из бытовуха, мы делаем, когда время осталось, когда сделаны третьи дела, ну а первые, первую категорию дела оставляем неудачникам. Пусть они пьют пиво, читают бульварную прессу и так далее, сидят у телевизора, смотрят сериалы. Когда у вас цели достигнуты, когда жизнь удалась, когда вы на отдыхе, ну вот тогда можете там какой-нибудь фильмец посмотреть. С этим понятно. Двигаемся дальше. Все сразу. А запись будет. Друзья мои, надо на школах быть самому, потому что лучшая запись это то, что вы помечаете себе в тетрадках сразу и начинаете прям сразу использовать. Так вот, единственный способ быть эффективным и счастливым, это концентрироваться на важных делах и не доводить этих дел до срочности, до четвертой категории. Это запомнили, да? Двигаемся дальше. Список важных дел, ну я об этом уже говорил, работа над целями, приглашение, презентация, обучение. Очень важно не просто рассказывать всем, какой у нас замечательный мессенджер, какой у нас замечательный облачное хранилище, там, ПРМ-система и так далее. А этим использоваться самому, то есть показывать прям, смотри, что у меня есть, хочешь такое же, только у крутых сейчас есть, у успешных людей. Вот лучшая реклама любого продукта, да. Ну и, конечно же, позитив и благодарность. Я надеюсь, все из вас смотрели фильм «Секрет». Поставьте плюсики, кто смотрел фильм «Секреты», кто не смотрел «Минусики». Так, в основном всех плюсики. Ага, есть «Минусики». Вот у кого минусы, ребята, срочно прям к своему спонсору, чтобы вам обеспечил фильм «Секрет». А еще лучше, его можно найти в интернете и посмотреть. А теперь поставьте циферками количество раз, сколько вы этот фильм смотрели. 2, 3, 5, 1, 10, 1, 50. Вот круто. У кого-то 11, 0, 2, 2. Итак, друзья, теперь, если вы хотите, чтобы фильм на вас работал, чтобы он запрограммировал ваши мозги на мозги успешного человека, а это тоже программирование, да, определенное, нужно его не просто посмотреть, а посмотреть 21 день подряд. Это как раз дело можно «Важных дел» посмотреть. Не обязательно даже смотреть, его можно слушать, чтобы ваш мозг это впитывал и начинал использовать. Потому что за 21 день вырабатывается привычка. И вот чем отличаются успешные люди от всех остальных? Успешные люди вырабатывают в себе успешные привычки. То есть и самое хорошее, и самое приятное, что их не так много. Вот есть книжка «Думы и богатей», например, Наполеон Хилл написал, да, он проанализировал жизнь успешных людей и выдал все, что нужно в себе вырабатывать. Вот фильм «Секрет», он позволяет настроить свой мозг на позитивное восприятие жизни и на благодарность. Это не стоит денег, это дает вам столько денег, возможностей в жизни и успеха. Вот знаете, даже по общению с людьми можно понять, смотрели они или не смотрели. Вернее, так, многие смотрели, используют или не используют. Что-то отложилось у них из фильма или нет. И позитив и благодарность, позитивное отношение к жизни и благодарность – это то, что характеризует успешных людей по жизни. То, что делает вашу жизнь приятной. Само слово «благодарность» – «благодарить». То есть это те люди, вокруг которых всегда много всяких благ. То есть вот если вы стать хотите магнитом, который притягивает к себе блага, всякие разные, вот фильм «Секрет 21 день». Поехали дальше. Теперь вот хочу вам дать квадрат, который просто, вот почему я пришел в этот бизнес, в принципе. Вот этот квадрат это характеризует. Вот если вы его поймете, вам прям захочется концентрироваться на третьей категории, вам прям захочется сделать бизнес и захочется его сделать не когда-нибудь через 5-10 лет, а там в ближайшие полгода или год. И с другой стороны, этот квадрат, если вы поймете, вы будете использовать, он позволит вам легко преодолевать трудности. Не в плане легко действий, а в плане легкого отношения к трудностям. Вы будете понимать, что это неизбежное что-то на пути, которое нужно преодолеть. И чем быстрее я это преодолею, тем быстрее моя жизнь поменяется. Чем он характеризуется? Вот смотрите, здесь по одной оси откладывается время, а по другой откладывается доход, то есть и рост команды. Обратите внимание, что на первых парах, вот первый этап бизнеса, здесь 4 этапа бизнеса, как-нибудь мы по этому квадрату прям отдельную школу проведем, потому что он как раз характеризует этапы развития бизнеса и на что обращать внимание на каждом этапе. Но сегодня я с точки зрения времени его хочу рассмотреть. 4 этапа в бизнесе. Первый этап это создание бизнеса, второй этап развитие бизнеса, третий этап структурирование бизнеса, четвертый этап это сохранение бизнеса и преумножение. Так вот, на первом этапе, смотрите, когда мы создаем бизнес, то есть когда мы только подключаемся и только начинаем бизнес, он требует очень много времени, почему много, потому что очень много рутинной работы нужно сделать, начиная от обучения, чтобы разобраться в теме, в нее въехать, заканчивая встречами, звонками и так далее. У нас еще нет ни одного человека в структуре, нужно сделать много простой механической работы, чтобы эти люди появились в принципе. Да, это требует очень много времени. Дохода пока он большого не дает. В нашем бизнесе немножко проще, потому что в первые же дни можно заработать много, потому что компания щедро платит. Но тем не менее, все равно это еще не десятки тысяч долларов. Поэтому на этом этапе большинство людей ломается. Они говорят, я попробовал, у меня ничего не получилось, и люди бросают. Но если вы знаете, что все такие большие дела, дом, чтобы построить, например, маленький дом можно строить сразу, чтобы построить большой дом, нужен очень мощный фундамент. Тогда этот дом будет стоять долго и может иметь много этажей. Чем выше этажность дома, тем более серьезное отношение к фундаменту. И, как говорят, треть проекта, треть стоимости – это фундамент. Точно так же в любой сфере. Например, женщина, прежде чем родить ребенка, 9 месяцев его вынашивает. Это тоже первый этап, чтобы человек в принципе появился на свет. Потом уже воспитание, кормить, растить, образовывать. Но много времени, а результаты еще практически в финансовом отношении не видно. И нужно понимать, что этот этап есть. И вот первые 90 дней с концентрацией позволяют его пройти максимально быстро. Потому что этот этап можно растянуть на 2 года, как у моих спонсоров. Кстати, у меня первые 1,5 года тоже особых результатов не было. Не надо, это плохой опыт, не каждый выдержит. Это сразу резкое падение будет качества жизни. Лучше его пройти быстро, сконцентрировавшись. И вы перейдете на второй этап развития бизнеса, когда у вас уже появились какие-то люди в структуре, когда уже появилась команда, когда уже идет товарооборот, когда у вас уже как минимум доход не меньше, чем был на основной работе или с какой-то другой сферой деятельности. То есть вот здесь вы бизнес развиваете, уже есть какая-то денежка, то есть у вас уже есть деньги на то, чтобы жить, на то, чтобы на те же события ездить. Третий этап – структурирование. Это когда времени, смотрите, тратится уже еще меньше, то есть у вас уже появляется свободное время, здесь вы можете отдыхать, путешествовать, проводить его с друзьями, а доходы уже измеряются десятками тысяч долларов в месяц. Ну и четвертый этап, наверное, самый приятный. Бизнес может спокойно работать без вас. У вас уже в команде есть лидеры, которые управляют бизнесом, и ваш бизнес может быть в других городах и даже странах. Вот, как я говорил, у меня в предыдущем бизнесе было 25 стран и более 170 тысяч человек. И кто-то мог бы подумать, сколько же тебе надо бедному времени, чтобы с этими 170 тысячами людей общаться. Мне не нужно было со 170 тысячами людей общаться, мне даже не нужно было с сотней общаться, и даже с 20 не нужно было общаться. Ты уже на этом этапе общаешься только с небольшим количеством ключевых людей, через которых идет контроль бизнеса. И, собственно, на этом этапе, когда уже бизнесом управляют в традиционном бизнесе директора или генеральные менеджеры, вы можете запускать второй, третий, четвертый бизнес и так далее. Так вот, вам важно запомнить вот этот квадрат. И напишите, пожалуйста, поставьте десяточки, кто хотел бы оказаться на четвертой стадии, когда времени тратится мало, когда у вас большая структура, дохода огромное количество. И, кстати, у нас с вами вообще кайфово, потому что у нас не только со структурой мы доход получаем, мы являемся еще совладельцами бизнеса. И достаточно, чтобы один из бизнесов хорошо стрельнул, и вы уже на пассиве можете получать хороший доход. Поэтому мы с вами в нужное время, в нужном месте. А теперь поставьте не десяточки, а семерочки, кто готов пахать на первом этапе. Вот прям 90 дней сейчас напрячься. Я просил семерочки, а не десяточки. Есть такие, да? Вот. Так вот, давайте, друзья, сейчас. У нас самое такое сладкое время. То есть, с одной стороны, вот заложено все в бизнесе, фундамент готов. Сейчас конца февраля там появится у всех абсолютно ПРМ-система, которая позволит вот именно быстро двигаться. И как раз вот как она появится, надо будет просто три месяца конкретно напрячься и отпахать. У нас с вами есть февраль, март, апрель, май, даже четыре месяца, потому что вот четыре месяца, а дальше в июне у нас будет событие. Запишите прямо себе. Девятое, десятое июня. Санкт-Петербург. Кстати, поставьте десяточки, кто уже взял билеты на Санкт-Петербург, и нолики, кто не взял. Десяточки. Одни десяточки. Честно-то признал, вон, наконец-то, нолики тоже есть. Так вот, ребят, кто не взял еще билеты на Санкт-Петербург, вы не сделали самое важное дело для бизнеса. На сегодняшний день, если бы меня спросили, что самое важное в бизнесе, это билет на Санкт-Петербург. Потому что мой спонсор меня научил одной простой вещи. Он говорит, я ничего не умел в бизнесе, но у меня пошел результат. Да и сейчас я, говорят, не сильно ничего умею. Все, что я, говорят, умею, это хорошо промотировать события. То есть мне нравятся события, я их хорошо промотирую. Я могу, говорят, три месяца, четыре месяца ничего не делать, но перед событиями я сделаю так, чтобы ползала будут мои. И тогда я получаю самые большие чеки. Вот если вы научитесь просто быть на событиях и привозить туда людей, вы можете ничего не знать о бизнесе, вы можете не знать маркетинг-плана, вы можете многих вещей не знать, но у вас будут очень хорошие чеки. Вот вам открывают такой секрет. Поэтому, вот у кого еще нолики, срочно, прям сегодня возьмите билет на события в Санкт-Петербурге. Прям те, кто уже взял билет на Санкт-Петербург, забронируйте гостиницу, возьмите билеты на самолеты, поезда, автобусы, я не знаю, на чем вы поедете, чтобы у вас вот этот этап был спланирован. И дальше все, что вы будете делать остальные четыре месяца, это подключать людей и бронировать им места в Санкт-Петербурге. Вот четыре месяца, что надо сделать. Почему это важно? Потому что в Санкт-Петербурге мы запустим то, что вот просто взорвет рынок, то, что ради чего все предыдущие два проекта запущены, когда вы увидите картинку в целом и когда каждый человек уже захочет в этом оказаться. Но для того, чтобы он захотел, нужно до него донести. Для того, чтобы донести, нужно быть в эпицентре событий. Это во-первых. Во-вторых, именно в Санкт-Петербурге 9-10 июня будет раздел рынка. Вот сколько ваших человек, какой процент ваших людей в зале, такой процент бизнеса в ближайший год, два, три вы будете занимать. То есть вот моя цель всегда была, я не скрываю, сегодня вам говорю, на предыдущих событиях процент моих людей в зале был маленький. Но моя цель всегда, это чтобы минимум 80% зала было моими людьми. Вот в предыдущем бизнесе почему большой результат, да? Потому что 80% людей в зале всегда были мои люди. И результат 80-90% товара оборота на рынке были мои. Вот кто так хочет, поставьте десяточки. Вот у вас есть 4 месяца. 4 месяца. А это долгосрочный такой, да? Не каждый выдержит 4 месяца такой работы упорной, да? Поэтому это такой марафонский, можно сказать, забег. Но есть еще всегда, еще одна вещь, которая сжимает вам время и просто все безумно ускоряет. То есть это промоушены компании. И сейчас у нас с вами есть замечательнейший промоушен. Можно войти сразу в два бизнеса, Максипак. Вот мы сейчас, позапрошлый, по-моему, или в прошлом, у меня уже в голове все стирается. Выходные были с Олегом Николаевичем, таким директором департамента обучения в Санкт-Петербурге. Проводили как раз школу, говорили про важность умения сконцентрироваться. Не так подробно, как я сегодня расписывал, да? Но говорили про важность умения сконцентрироваться. И как раз говорили про Максипак и про возможность получить по максимуму от бизнеса в ближайшие дни, как квалификацию директор. А, кстати, квалификация директор дает от 10 до 15 тысяч долларов дохода в месяц. Кстати, кто хотел бы 10-15 тысяч долларов дохода в месяц? Семерочки поставьте. Вот кто хотел бы? Прямо уже к концу февраля 10-ку иметь долларов. О, много людей, да? Так вот, у вас такая возможность есть. Если вы максимально используете именно этот промоушен, осталось всего два дня. Соответственно, что дает этот промоушен? Он дает возможность войти сразу в два бизнеса. То есть иметь доли в двух бизнесах. В Planet Pass и в Messenger. Каждый из этих бизнесов может принести десятки тысяч долларов. Даже если один из них всего стрельнул. И февраль вы еще достаточно многое количество долей получаете. И сейчас, вот почему один день остался, я говорю. Потому что можно еще не только в бизнес войти. Вот есть Максипак, есть Минипак. Минипак даже сейчас не рассматриваем в ближайшие дни. Почему? Потому что он не участвует в промоушене. Кстати, за то, что вы сейчас рекрутируете людей, здесь очень важно... Кстати, поставьте 55, те, кто Максипак уже сами взял. Ну, у нас прям сегодня элита собралась. У всех уже есть. Так вот, когда вы взяли сами, это важное условие, когда вы приглашаете людей на Мини или Максипак, вы еще и увеличиваете количество долей в бизнесе за счет приглашенных. Но промоушен не в этом. Этот промоушен действует до конца... Пока есть еще мини-Максипаки, когда есть возможность получить долю в бизнесе Planet Pass. Но сейчас есть промоушен. Почему я говорю, сконцентрируйтесь только про Максипак и рассказывайте только про него. Потому что тот человек, который берет Максипак, получает еще в подарок планшет от компании. И тот человек, который приглашает двух человек с Максипаками, получает тоже планшет. Вы, в принципе, можете получить даже два планшета. Если вы во время промо-недели, то есть с 9 по 16 февраля взяли себе промо-пак, соответственно, и пригласили двух человек, то вы получите два планшета. И за личный промо-пак, и за приглашенных. Поэтому очень круто. Используйте на 100%. Вот сейчас сконцентрируйтесь. Сегодня день проведите так, сделайте столько звонков, сколько никогда не делали. То есть это позволит вам прям вот стрельнуть и хорошо дальше до конца месяца отработать и к концу месяца закрыть квалификацию директор. Закрыть квалификацию директор, держать ее 3 недели или 4 недели подряд, в зависимости от того, когда вы вошли в бизнес. И тогда вы выполните второй промо-шен, который уже позволит вам сделать релакс. То есть поехать за счет компании на отдых в Малайзию. Кто хочет поехать в Малайзию, поставьте десяточки. Осталось не 24 часа, а 25 часов. Не уменьшайте, пожалуйста. До конца действия промо-шена на планшеты. Супер, десяточек много. А кто уже выполнил квалификацию, поставьте семерочки. Я знаю, что здесь есть человек, который выполнил квалификацию, а возможно даже не один. Вот, точно, Вера выполнила. Мы ее не направляли. Хорошо, а теперь восьмерочки поставьте те, кто точно выполнил. Вот кто прямо сейчас цель поставит, сконцентрируется и будет на этот результат работать. Да, я записываю. Прямо сейчас президенту передам список. Круто. Круто, круто. Желающих много. Круто. Ну что ж, мне осталось одну неделю. Поэтому я тоже, конечно же, выполню. Конечно же, буду в Малайзии. И давайте, ребята, вот прямо сейчас так рванем. Используем все промо-шены, сконцентрируемся сейчас прям вот по максимуму. Потом чуть-чуть передохнем и еще рванем. И так 4 месяца до события в Санкт-Петербурге. Ну и на события в Санкт-Петербурге, ребят, кто вот с дистанции не сойдет, кто не расслабится, кто не вспомнит, что у него есть там сериалы любимые. А вот в таком ритме отработает, поверьте мне, вы получите очень хорошие чеки. Кто-то из вас, возможно, уже получит в подарок автомобиль от компании, как у нас получили Улпан и Ирина Шлотова. Кто-то из вас выполнит квалификации на Малайзию. Конечно же, огромное количество людей получит планшеты. Вот этого я вам всем желаю. Желаю войти в число 10 первых чеков. Желаю получить признание на этом мероприятии. Но больше всего желаю, чтобы с вами было большое количество людей. Спасибо за то, что были сегодня со мной. Я, в принципе, свою школу закончил. Так вот, чтобы трансформировать свою мечту в реальность, научитесь тратить время на правильные вещи и окружите себя правильными людьми. Сконцентрируйтесь и действуйте. Нас очень большие дела, потому что у нас очень большие цели и планы. К концу года в 10 раз минимум увеличить товарооборот. Это значит в 10 раз. А у кого-то в сотни раз увеличатся чеки, увеличится структура, и ваш бизнес, в принципе, будет сделан. Спасибо огромное. И хорошего вам сегодня дня и завершения периода. Спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok